Так, дальше у нас пишут. Монастырский из углеводов предложил рис, как в японской кухне. Для нас этот вариант усиливает запор. Какой альтернативный вариант продуктов, чтобы клетчатки было 10-12 и углеводов не перебрать? Спасибо. Так, рис по определению не может усилить запор. Понимаете? Рис не может усилить запор. Почему? Правильно. Потому что когда рис вы съедаете, он переваривается весь. От него практически не остается ничего. Рис на 99% это крахмал. Там вот чуть-чуть с ноготочек клетчатки и чуть-чуть белка. Все. Да то у своего кишечника почти ничего не доходит. Поэтому запор-то когда кал не отходит. А от риса нету кала, поэтому нету запора. Другое дело, что от риса люди реже ходят. Вот так вот. Если вам надо какой-то другой продукт с более повышенным содержанием клетчатки, чтобы вам это зачем-то надо, тогда вы можете рис заменить на ту же гречку, если у вас она усваивается. В гречке побольше клетчатки, соответственно от гречки будет больше кала, если вам это нужно. Пожалуйста, замените на гречку, если от нее не будет вам вреда. Или любые другие крупы, там кукуруза по-моему тоже, что там еще. Перловка еще так называемая. Вот так вот. А так рис, запомните, не вызывает запоров. Запор вызывает только то, что дает большой кал и замедляет его отхождение. Рис не образует кала практически вообще. Он переваривается почти полностью. Это голый крахмал. Понимаете, он не может дать запор. Вы немножко концепцию запора неправильно понимаете. Действительно, если вы будете есть больше риса взамен какого-то другого продукта, то у вас будет просто меньше образовываться кала. Но это еще не означает запор в нормальных условиях. Это будет означать запор, только если у вас после того, как вы перешли на рис, остался широкий кишечник, как я описывал ранее, и маленький кал дольше накапливается, и нужно больше объем, чтобы стимулировать растяжение стенок, вызвать рефлекс. Вот только тогда. Запомните, рис не вызывает запор.